МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятница, 2 октября, конец рабочей недели. И с вами на телеканале РТВ программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса». События, люди, мнения. В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе председатель правления Венспилской северокурзомской региональной больницы Юрий Слазис расскажет о том, что в коллектив больницы вливаются новые силы и насколько это важно для города. Вы узнаете, как проходит обучение и чем живут сейчас в начале учебного года Венспилский техникум и Венспилская высшая школа. А в конце программы тех, кто собирается прийти завтра в Венспилсе на площадь Лелайс, чтобы принять участие в танцевальном флешмобе, ждут кадры с танцевальными движениями, которые вы уже сегодня можете начинать разучивать. Несмотря на то, что и в Латвии, и в Венспилсе, особенно в медицинской сфере, главной темой остается пандемия COVID-19, Венспилская северокурзомская региональная больница активно продолжает работать над такой темой, как поддержка человеческих ресурсов, будущих медиков, которые в дальнейшем будут продолжать свой профессиональный путь у нас в Венспилсе. Например, в сентябре в Риге председатель правления северокурзомской региональной больницы Юрий Слацис побывал на выпускном врачей-резидентов. Три наших новых специалиста получили сертификаты, и все они вернулись работать к нам. Два в Венспилс и один в Талси. В Венспилсе – это уролог и радиолог, а в Талси – отоларинголог. И в этом году мы еще подписали шесть договоров с будущими врачами-резидентами, которые начали учиться в резидентуре. Первый год. Это два врача – нефролога, очень нужные специалисты для больницы, один хирург, инфектологи и другие специалисты. Также в этом году состоялся выпуск новых медсестер, которые влились в медицинскую семью как здесь в Венспилсе, так и в Талси. Мы в этом году набрали новую группу помощников медсестер, и группа уже начала свое обучение. Это 24 человека. Так что после года обучения у нас будет пополнение в коллективе больницы. Понимаете, процесс лечения невозможен без врачей, медсестер и другого обслуживающего персонала. Это такой механизм. И если какая-то шестеренка не работает, тогда все забуксует. В наших следующих репортажах мы расскажем вам о том, как проходит строительство нового реабилитационного блока на территории больницы и какие новые проекты будут реализованы в ближайшее время этим медицинским учреждениям в нашем городе. Еще раз напоминаем, что сейчас нужно продолжать соблюдать все необходимые правила безопасности и введенные в стране ограничения. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы. Девиз Венспилского техникума – слова римского писателя и мыслителя Вергилия. Упорный труд преодолевает все. И этот учебный год с новыми силами начали более чем 70 педагогов и их ученики. Это учебное заведение реализует программы профессионально-технического образования, программы среднего профессионального образования, а также программы повышения квалификации. Могу сказать, что новый учебный год начался хорошо. На первый курс принято примерно 252 человека. Вместе с первым курсом всего в техникуме сейчас 800 учащихся. Учебный процесс проходит по модели «Б», предложенной Министерством образования, и происходит это так. Одна часть учащихся учится очно, часть – удаленно, и в дополнение они проходят учебную практику на предприятиях. В техникуме можно получить теоретические знания и практические навыки в нескольких важных для национальной экономики отраслях. В таких, как металлообработка и машиностроение, автомобильный транспорт, энергетика, электроника, инженерные коммуникации, компьютерные системы и программирование, общественное питание, гостиничный бизнес, гостиничные и туристические услуги и бухгалтерский учет. Техникум предлагает широкий и разнообразный спектр учебных программ. В этом учебном году пять лет прошло с того момента, как полностью было отремонтировано здание техникума, за что спасибо Венсполскому самоуправлению, которое проделало огромную работу перед этим. И это здание и техникума, и здание гостиницы, принадлежащее техникуму. В дополнение у нас были заключены многие проекты, благодаря которым у нас оборудованы и модернизированы учебные лаборатории для энергетиков, техников, компьютерных систем, сварщиков, лабораторий для мехатроники и электроники. В них молодежь может получать качественные знания и работать на этом оборудовании. Студенты, которые получают знания в Венсполском техникуме, в основном из Курзамского региона. Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что это учебное заведение также выбирают и из других регионов Латвии. Руководство техникума продолжает целенаправленно работать над развитием своего учебного заведения. Отдел проектирования регулярно работает над новыми проектами. На данный момент у нас много проектов в процессе разработки. Есть проекты, которые запланированы на будущее. Активно работаем над методическими разработками. А это означает, что 1 сентября вступили в силу новые стандарты в образовании. В связи с чем активно работаем над соответствием этому учебному процессу. Готовим новые программы для того, чтобы и учителя, и техникум могли работать по этим новым стандартам полную силу. Одна из целей Венспилского техникума – подготовить молодых людей в соответствии с требованиями рынка труда и работодателей. Поэтому одна из задач – это наладить сотрудничество с местными компаниями и предприятиями. Уже несколько лет одним из партнеров учебного заведения является предприятие «Бухер-мунисипал», где у студентов есть возможность пройти стажировку. В этом новом учебном году в Венспилской высшей школе начали свое обучение на всех уровнях, предлагаемых учебным заведением. Около 250 студентов. Это и в Балаковриате, магистратуре и докторантуре. Я рад тому, что обучение проходит очно и надеюсь, что и дальше так будет. Студентам нравится учиться. Они задают вопросы педагогам. Мы, конечно, подготовили виртуальную среду для удаленного обучения, если это будет необходимо. Но сейчас все очно. Несмотря на вызовы, которые преподнес этот год и в результате которых весной не состоялось ряд маркетинговых мероприятий, интерес студентов к обучению в университете не упал. Уже третий год подряд количество студентов увеличивается. В этом году оно выросло на 30%. Я также рад тому, что увеличилось количество учащихся в STEM-направлении. Это и компьютерные науки, и в программе первого уровня «Программист». Если сравнивать с прошлым годом, в два раза увеличилось количество. И еще очень популярна программа магистратуры «Обучение только год», и называется она «Управление работой предприятия». Заполнены и бюджетные места, и часть платных мест. И здесь у нас был конкурс. Популярностью также пользуется программа Кремского университета в Австрии. И здесь количество учащихся увеличилось за счет приехавших из-за границы студентов. Как и во многих других учебных заведениях, преподавателям Венспилской высшей школы пришлось адаптироваться к реалиям жизни и многому учиться заново. Например, создание материалов для онлайн-лекций и их проведения. Положительным моментом для Венспилской высшей школы является то, что в этом году был открыт модернизированный дигитальный класс, который является отличным помощником в организации процесса дистанционного обучения. По словам декана университета Вайериса Цауна, некоторые темы студенту даже легче осваивать в процессе дистанционного обучения. Проблемы появляются тогда, когда необходимо вернуться на сайт, на лекцию. Когда я на лекции, я вижу, что студент отвлекся и сразу на это реагирую за секунду. В случае, когда это происходит удаленно, процесс сложнее и нужно быть всегда готовым. И это та вещь, которую мы, лекторы, должны контролировать, чтобы студенты не потеряли внимание. Венспилская высшая школа целенаправленно продолжает работать и развивать на международном уровне радиоастрономический центр Вырбаны. Активно работает в направлении коммерциализации с целью усиления автономности хозяйственной деятельности этого высшего учебного заведения. В эту субботу Центр культуры приглашает венспилсчан на мероприятие Jerusalem Dance Challenge, которое состоится на площади Лилайс. Принять участие в этом мероприятии может каждый желающий с любым уровнем танцевальной подготовки. Этот танцевальный проект уже прошел в нескольких местах и городах Латвии и мира. В нем даже приняли участие сотрудники Рижского аэропорта. Поэтому и венспилсчан также приглашают поучаствовать в этом танцевальном флешмобе. А первые движения танца можно начать разучивать уже сейчас самостоятельно, посмотрев их на видео, подготовленном Центром культуры. Давайте соберемся вместе, выучим танец вместе и станцуем этот танец тоже вместе здесь, на площади Лилайс и насладимся прекрасными эмоциями в субботу утром. Что может быть лучше? В субботу 3 октября в 11 часов все желающие в этом участвовать приглашаются на площадь Лилайс, где сначала состоится репетиция, а потом запись танца. И помните, что при себе необходимо иметь защитную маску для лица. Но этот факт никак не помешает насладиться музыкой и весельем. Для нас неприятным сюрпризом стала новая волна пандемии COVID-19 и то, что у наших соседей в Кулдоге тоже есть заболевшие. И поэтому мы должны быть ответственны за то, что мы делаем. А это как раз массовый сбор людей, слава богу, на свежем воздухе. Риск, конечно, намного меньше, чем в помещении, но просим всех, кто примет участие в акции, прийти в масках или прикрыть рот и нос. У кого не будет защитных средств, мы их обеспечим ими здесь, на месте. Иерусалимский бум начался с песни южноафриканского диджея, которая этим летом стала особенно популярной во всем мире. Группа друзей из Анголы станцевала его, и видео стало невероятно популярным, вдохновив других. Постепенно мир охватил Иерусалимский бум, ведь кадры того, как и где исполняет этот танец, были размещены в социальных сетях. Итак, всех участников просят прийти в белой одежде в 11 часов. Они вместе с руководителем танца студии «Приекс» Эверитой Панфиленок смогут разучить танцевальные движения, а в 12.00 итогом станет съемка танца. Это были все новости на сегодня. Мы встретимся с вами в понедельник. Но перед тем, как попрощаться, еще раз хочу напомнить, что изменилось время выхода нашей программы на русском языке на телеканале РТВ. С понедельника, 5 октября, мы будем выходить в эфир в 16.45. До встречи на новой неделе.